У моих родителей был хрустальный сервиз. Он хранился в чехословацкой мебельной стенке и был предназначен для особых случаев. Я прожил с родителями до 17 лет, но не помню ни одного случая, когда они бы воспользовались этим сервизом. Чуть позже, когда я увлекся в бизнес-психологию, я понял, что такое проявление на умном языке называют синдром отложенной жизни. И что этот синдром передается из поколения в поколение. То есть, получается, я тоже им заражен, от родителей. В этом видео я покажу, что такое синдром отложенной жизни, как это влияет на нас с вами, на нашу продуктивность и разберемся, что с этим делать. Меня зовут Алексей Капуста, я консультант более чем 20-летним стажем, последние 12 которых я провел в качестве регионального директора консалтинговой компании Институт Одизиса. Вместе с командой консультантов я внедрял изменения в компаниях от 25 до 25 тысяч человек в разных странах мира. А еще я автор этой книги «Методология Одиза. Реальное под внедрение», которое вышло из издательства «Миф». Если вы интересуетесь темами личной эффективности, развития собственного бизнеса, то подпишитесь на этот канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. Думаю, чтобы понять, о чем мы говорим, не нужно какое-то супернаучное определение. Синдром отложенной жизни – это когда все или некоторые важные поступки ты откладываешь на завтра, на будущее, объясняя себе это какими-то важными будущими обстоятельствами. Другими словами, ты не живешь, вернее, не живешь на полную силу сегодня, думая, что жизнь настанет завтра. Откуда это берется? От родителей? Да, но давайте взглянем на чуть более очевидный и глубокий паттерн, который закладывался во всех нас веками. Это идея загробной жизни, проповедуемая религией. При этом такая идея присутствует не только в христианстве, но, к примеру, и в мусульманстве тоже. Выразить ее можно очень просто. Награда или наказание будет после смерти. Ты живешь не ради жизни в моменте, а ради того, чтобы после смерти наконец-то пожить по-настоящему, в раю, если, конечно, ты не совершил тяжких грехов. Если говорить о наших с вами исторических корнях, то идея коммунизма – это еще одно яркое воплощение идеи отложенной жизни. Сейчас сложно, но вот-вот настанет коммунизм и станет очень хорошо. От каждого по возможностям, каждому по потребностям. Вы, дорогие мои зрители, скорее всего не помните эти лозунги, но это те идеи, на которых воспитаны наши родители. И может быть эта идеология отложенного коммунизма и вынуждала моих родителей не использовать тот самый сервиз на подсознательном уровне. Может они хранили его до наступления коммунизма, кто знает. Чтобы закончить социально-политическим программированием, скажу, что когда любой политик говорит вам потуже затянуть пояса, потому что сегодня объективно сложно, везде враги, но завтра мы их всех победим и станет объективно лучше, то это попытка продать вам идею отложенной жизни. Да, родители, да, социальное программирование влияет на то, что мы в себе воспитываем этот комплекс. Но ведь не только они. Приходилось ли вам встречать человека, который долго учит иностранный язык, но говорит стесняется? Он читает, он понимает, но рот не открывает. Ты спрашиваешь у него, чего ты не говоришь? А он отвечает, я хочу говорить правильно. Если я заговорю сейчас, я буду делать много ошибок. Я так не хочу. Я хочу говорить правильно. Это ведь тоже синдром отложенной жизни по причине перфекционизма. Такая позиция, спросите у любого лингвиста, приведет только к одному. Этот человек не заговорит никогда, потому что начать говорить без ошибок попросту невозможно. Главное выражение синдрома отложенной жизни – это так называемая прокрастинация, то есть откладывание на потом. При этом человек откладывает и важное, и не очень важное, и неприятное, и приятное. Наверное, вы догадываетесь, что в конце концов объем отложенных дел накапливается и начинает на тебя настолько сильно давить, что приводит к стрессам, нервным срывам, депрессиям и разным другим психологическим разладам. Что с этим делать? Я бы предложил три подхода, которые можно применять после осознания проблем. Прием номер один – планирование. Если вы откладываете на потом важное удовольствие, посмотрите мой ролик про то, что отдыхать важнее, чем работать, и запланируйте это удовольствие, просто запланируйте. Поставьте в календарь, например, на ближайшие выходные или на конец месяца, подготовьтесь и реализуйте. Задача, шаги по выполнению, чек-лист, отметки о сделанном. Опа, план реализован. Дальше будет легче. Если мы говорим о делах менее приятных, возьмите на вооружение знаменитую идею Брайана Трейси о том, что сначала надо съесть лягушку. То есть первым делом сделать что-то не слишком приятное. Запланировали одну лягушку на утро, съели и продолжаете день более приятными вещами. Лягушки в понимании тайм-менеджмента – это такие существа, которые с одной стороны неприятные, но с другой стороны зачастую очень важные. И когда ты расчищаешь поляну от лягушек, дышать становится намного легче. То есть, когда ты решишь некое количество критических, но неприятных дел, то твое качество жизни наверняка улучшится. Прием номер два. Матрица Эйзенхауэра. Наверняка вы о ней слышали сейчас в двух словах. Ваша прокрастинация и откладывание жизни на завтра находится в этом четвертом квадранте. Важно, но не срочно. Раз это не срочно, вы это бесконечно откладываете. Что делать? Каждый раз, когда вы планируете день, обязательно включайте хотя бы одну задачу из этого квадранта. Это вообще самый прямой и краткий путь к улучшению жизни. Ну и прием номер три. Примите идею стойков, о которых я делал отдельный сюжет, который, к моему величайшему удивлению, стал самым популярным сюжетом на этом канале. О том, что жизнь может закончиться завтра или сегодня вечером. Если бы вы точно знали, что она закончится завтра, что бы вы сделали сегодня? Из трех моих приемов этот, конечно, наиболее философский, два предыдущих более практичные. Но если вы будете применять все три вместе, вы наверняка, если не полностью избавитесь от этого синдрома отложенной жизни, то очень существенно сократите вот эту вашу прокрастинацию. Я это проверял на себе и до сих пор применяю. И мне помогает, и я буду рад, если вам тоже будет полезно. Напишите мне, видели ли вы в своей жизни хрустальный сервиз и откладываете ли вы важное, приятное или неприятное до лучших времен. Ну и друзья, если вам интересно со мной обсудить развитие вашего бизнеса, вашей карьеры или ваше личное развитие, то вы всегда можете записаться ко мне на консультацию по ссылке в описании к этому видео. А если вам этот ролик понравился, то наградите его лайком. И чтобы получать уведомления о новых, еще более интересных, а главное полезных видео на этом канале, обязательно кликните на кнопку подписаться и на колокольчик. Ну а прежде чем попрощаться, рекомендую вам посмотреть вот этот сюжет, я уже про него упоминал, про философию стоицизма. Эта система взглядов прекрасно лечит всякие нездоровые синдромы. Этот ролик стал, как я уже тоже говорил, самым популярным на канале. Значит, есть вероятность, что вам он тоже понравится.